Главная задача диверсии показать, что война идет на территории России. Но обратите внимание, в Курскую и Белгородскую область украинцы больше не заходят. Раньше это делали потому, что был конфликт между Минобороном и Вагнером. Вагнеровцы обучали народное ополчение, помогали строить в приграничье оборону. Поэтому каждая вылазка была поводом, чтобы обвинять армию в бездействии и углублять конфликт между силовыми структурами. Теперь смысла в этом нет, и создается общее информационное давление, когда любую диверсию с беспилотниками, неважно, удачную или неудачную, ярко подсвечивает сеть прозападных СМИ. Второй момент. Они показывают, что российское руководство якобы не может отреагировать. Оно беспомощно. То есть, когда попали в дом в Москве, по их логике, надо разрушить дом в Киеве. А если этого не происходит, тем более они замалчивают попадание по своим объектам, то создается картина, что Россия ничего не делает. И даже если российская Минобороны говорит, что объекты поражены, то это все неправда и никакого ответа нет. Ну, конечно, это не так. Третий момент. Это красные линии и центры принятия решений, по которым обещали ударить. Это уже давление на российское руководство. Посмотрите. Они не выполняют обещания. Понятно, что координаторы диверсии могут сидеть в бункере под землей, или прикрываться школой, или жилым домом. Но проблема в другом. Диверсионные сети работают на территории России. Даже если ударить ракеты и обезглавить их, то просто поменяется центр, который отдает команды. Но самое сложное — это их создать. Когда они уже есть, они переживут хозяев. Ну, так было с немецкой агентурой после войны, которая потом работала на американцев, британцев и кого угодно. А натовские военные за счет диверсии решают свои задачи. Дроны — это война будущего, конечно, если у вас есть деньги. Потому что на земле украинская армия воюет ножками. Они берегут технику и отправляют людей на штурмы пешком. А вот в воздухе и на море отрабатывается новая тактика войны с Россией. Случай с Украиной — это диверсии с информационным эффектом. А представьте, что дроны проверят в боевых условиях, доработают, пустят в серию, и все это будет на вооружении стран НАТО против России. Чтобы не 10 беспилотников прилетали на аэродром, а 2000 летели сразу по всем объектам в зоне их дальности. Но ничего страшного, в эту игру можно играть вдвоем. Наши ВВС и ПВО тоже делают выводы. Учатся все, и мы, и они. Как при этом отвечает Россия? Они наносят удары по заводам и складам, где накапливается техника. И щадят людей, гражданских специалистов. Поэтому часто удары происходят ночью. Второй момент — атаки особо не влияют на обстановку на фронте. А она зависит от того, сколько у ВСУ останется резервов на земле. Украина планирует новую волну мобилизации. Под эту задачу Зеленский поменял военкомов, но, что важнее, поменял законодательство. Теперь призывать будут с туберкулезом, гепатитом, ВИЧ-инфекцией, психическими расстройствами, болезнями нервной системы. В нормальной стране таким людям не дают оружие, даже на кухню не поставят. Тогда для чего им нужна такая мобилизация? Они гонятся не за качеством, такой солдат много не навоюет, а за списочным числом. От количества мобилизованных будет зависеть военный бюджет, который они получат от Запада на следующий год. Скорее всего, в него закладывают еще одну наступательную операцию, требуют новую технику для нового контрнаступа. И под это показывают, что у них есть люди. А военный бюджет США принимается, как и в других странах, в конце года. Для них это самая дешевая война за последнее время. На нее идет 5% военного бюджета и примерно 0,3% американского ВВП. Для сравнения, на войну в Ираке они потратили 2 триллиона долларов. То есть это в 20 раз больше, чем за год на Украине. И в ценах, которые были 20 лет назад. Но что важно, примерно четверть этих расходов в Ираке – это не сами военные операции, а выплаты ветеранам и погибшим. Здесь такой статьи расходов нет. Война сразу удешевели на 25%. А остальные расходы разложили на европейских союзников. Поэтому если война будет идти на истощение, то быстрее кончатся не западные деньги, а украинский ресурс. Другой вопрос, что за всю операцию в Ираке американцы потеряли примерно 20 танков, а в контрнастопе столько сжигали за удачный день. Поэтому по технике есть проблемы. Ты оказался здесь, потому что командование жалеет леопарды. Твои родители не откупились, а начальство спрятало на Западе своих детей. В таких вещах нельзя врать. И здесь говорят о том, что всем на Украине и так известно. Но чтобы получить американские деньги еще на год, Зеленскому надо показать борьбу с коррупцией. Байден об этом прямым текстом сказал перед самим там НАТО. И вот они заменили военкомов, заменили министра обороны, завели уголовные дела против Коломойского и начали проверку военных закупок. Но с коррупцией борются не потому, что американцы честны, а украинцы нет. Украина – это один из вопросов американских выборов. И они вынуждены даже себе в ущерб проводить проверки. Там применяются схемы, когда, например, украинская компания участвует в тендере на закупку в США и предлагает больше денег, чем американская Миноборона за тот же заказ. Деньги они платят. По закону США все чисто, а то, что потом эту технику перепродают, украинскому правительству несколько раз дороже. В этом уже как бы виноваты украинцы, а не американцы. То есть абсолютно все можно списать на Зеленского, а самим остаться чистыми. И до конца года они будут изображать бурную антикоррупционную деятельность и грести людей. Деньги они, скорее всего, получат. То есть на то, что война продлится еще год, и с какой интенсивностью влияет два фактора. Это объем финансирования, который по итогу выделят, и то количество моб-ресурсов, которые сможет показать Украина после контрнаступа. А поскольку на войне зарабатывает еще и Польша, это второй выгодополучатель после США, они тоже заинтересованы в продлении боевых действий. Буквально вчера появилась новость, что поляки будут экстрадировать мужчин приземного возраста на Украину. По оценке польских СМИТ, это речь о 80 тысяч человек. Хотя всего в Польше около миллиона украинцев. Понятно, большая часть это женщины и дети, но экстрадировать будут тех, кто официально получил вид на жительство. А из стран ЕС только Польша давала украинцам и белорусам документы в упрощенном порядке, то есть возможность легально работать. Получился отстойник мобилизационного ресурса, который специально создавали, если война затянется. Поэтому, кстати, кто поумнее, ехал сразу в Германию. Ну, а нашим гражданам, которые получили польские карты по быту, это повод хорошо подумать. Если война продлится не только третий, но и четвертый год, очередь дойдет до вас. Это не сказки белорусской пропаганды, это расчет. Если считать грубо, то Киев сегодня контролирует области, где живет 27 миллионов человек. Но эти цифры ничего не говорят. Какой у них остался мобилизационный ресурс, они сами не знают. Потому что не было нормального учета, неизвестно, где находятся и работают люди. И мобилизовать они могут от 1 миллиона до 6-7 миллионов, смотря сколько они отловят, и сколько отбракуют, и смотря, какие у них реальные потери. Но если уже начали брать с туберкулезом и гепатитом, явно, что реальная картина в меньшую сторону, а не в большую. Плюс к этому может быть всеобщая мобилизация. У них это называется общественный резерв, когда призывают всех граждан страны без ограничений. Это уже та самая война до последнего украинца. Значит ли все это, что Александр Лукашенко зря предлагает мирные переговоры? С американцами все время идут активные контакты, а сейчас к процессу подключились турки. И войну, правда, можно закончить в любой момент. Другой вопрос, что ни одна из сторон во время таких контактов не может показывать слабость. Поэтому Украина все равно пытается прорвать фронт и одновременно проводит мобилизацию. А русские готовят крупную операцию в направлении Славянска и Краматорска. То есть мир все равно наступит на примерно тех же условиях. Но можно было бы избежать большой крови. И поэтому белорусский лидер каждый раз предлагает переговоры. Это был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательная политология». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова